Уважаемые коллеги, доброе утро! Мы начинаем наш с вами вебинар. Напишите мне, пожалуйста, в чате, вы меня хорошо видите и слышите. Да, замечательно. Очень приятно видеть знакомые имена. У нас Елена Ревхатна Алюпова из Башкортостана присутствует. У нас многие другие фамилии. Я вижу, у нас постоянные наши слушательницы еще есть. Скажите, пожалуйста, а есть у нас кто-то сейчас, кто впервые на вебинаре? Есть. Отлично. Уважаемые коллеги, тогда давайте сделаем не так. Пока мы сейчас приветствуем друг друга, я вам скажу, как будет проходить вебинар для тех, кто впервые. А всех остальных я попрошу тогда, если можно, написать откуда вы, потому что вижу, Наталья Павловна пишет, добрый вечер из Приморья. Да, там действительно уже вечер. Я видел чуть раньше, Комсомольск-на-Молебыл, Печоро, Псковская область, замечательное место, Волгоград, Брянск и так далее. Ну что ж, уважаемые коллеги, вебинар у нас будет длиться примерно час-час 15 минут. Будет зависеть от того, сколько у нас вопросов возникнет в ходе вебинара и комментариев. Я буду стараться отвечать на все ваши комментарии. Если я вдруг что-то упущу, я обязательно в конце вебинара оставлю время для вопросов. И мы постараемся вместе на них найти ответы. Если у вас будут проблемы со звуком, есть три способа, как вы можете с ним справиться. Я вас очень попрошу, если кто-то будет приходить, и вдруг у них проблемы со звуком будут возникать, помогайте им в чате, советуйте, что нужно сделать. Для того, чтобы я не тратил время на объяснение, потом, если людям не слышно, то все равно они меня не услышат тогда. Итак, что нужно сделать? Первое, зайти по той же самой ссылке, но через другой браузер. Иногда качество звука зависит от того, какая версия Flash Player установлена в вашем браузере. Второй вариант, что можно сделать, это заморозить изображение вектора. Для этого вы наводите на мое изображение курсор мишки, подвигли, под ним появляется изображение видеокамеры, нажимаете на него, и тогда мое видео. Замрет, но тогда, освободившись частота, особенно ширина канала интернета, будет расходоваться на то, чтобы звук четче передавался. Ну и, наконец, третий вариант. Если у вас внезапно вдруг пропал звук, еще раз наведите курсор мишки на изображение вектора и подвигайте ползунок настройки громкости звука. Там появится изображение динамика, это тоже иногда происходит. Это, к сожалению, недочеты системы, которые бывают, либо это зависит от того, насколько у вас канал интернета хорошо работает. Всякие ситуации бывают. Ну что ж, уважаемые коллеги, смотрите, сколько у нас много регионов. И Тамбовская область, Котовск, и Антонина Семеновна у нас не впервые, насколько я помню. Да, и Саратовская область, и Новочеркасско-Остовская область, Архангельск, замечательный Архангельск, я два раза, по-моему, семинары проводил. Электросталь, Московская область, Светлана Нисина, Ткаченко, наш один из самых уважаемых, опытных учителей, которые участвуют в форуме industrychers.ru. Воронеж, Междуреченск, замечательный, вот уже видите, кто-то пишет, не слышу, помогите, пожалуйста. Томансийский автономный округ, Старая Купавля, Московская область, Тверская область и так далее. Ну что ж, уважаемые коллеги, итак, мы начинаем наш вебинар, тема нашего вебинара «Подготовка детей и взрослых к реальному учению на английском языке». Но это уже третий вебинар в серии. На первом вебинаре мы говорили о том, каким должно быть содержание обучения для того, чтобы действительно детей готовить к реальному общению, а не просто к тому, как иногда бывает, когда вроде бы учат, учат язык много лет, а после школы попадают в ситуацию, когда надо по-английски пообщаться, и не получается, что-то им мешает. Вот мы смотрели на причину того, что же может помешать. Мы говорили о том, что же такое хорошее владение языком с точки зрения прагматики. Мы смотрели на то, что должно входить в обучение, в содержание, насколько нам примерная программа позволяет это делать, и насколько нам позволяет делать это УНК. На втором вебинаре из этой серии оба видеозаписи обоих вебинаров... ...обоих вебинаров доступны, вы их можете посмотреть онлайн. Презентация этих вебинаров также доступна, их можно скачать. У нас многие здесь, те, кто уже участвовали в вебинаре, правда же, в предыдущих сериях. Вот Елена Закировна, например, Гусейнова, она, по-моему, ни одного вебинара не пропустила в июле. Итак, на втором вебинаре мы с вами говорили о социокультурном компоненте. Мы говорили о том, какие возникают подводные камни в общении, причем они возникают вне зависимости от того, в какую сторону направлено общение. От вас направлено, вы с кем-то общаетесь или кто-то с вами общается. Потому что проблемы бывают, к сожалению, большие. Бывает целый пласт реалий социокультурных формов и знаний, которых нет у человека, и ему сложно бывать, бывают проблемы. Бывают проблемы в виде культурного шока. Когда мы понимаем все с точки зрения языка, какие-то действия вызывают у нас глубокое недоумение и даже отторжение иногда. Причем, как мы смотрели на прошлом вебинаре, это даже не зависит от того, относительно какой языка вы являетесь. Мы смотрели, например, от того, что удивляет и нам дошокирует, например, американцев в Великобритании и британцев в Америке. Мы смотрели на то, как может повлиять бродилангвич на эффективность общения. Есть жесты некоторые, которые в определенных странах использовать нельзя. Они там будут оскорбительны, хотя в другой стороне они совершенно нормальными, естественными, повседневными являются. И мы говорили о том, как же можно детей научить. Конечно, не показывать им, что вот такой жест, уночный оскорбительный, да еще объяснять, что оскорбительно. Но обращать внимание на такие социокультурные аспекты, как насколько близко мы к кому-то стоим, как мы жестикулируем, в какой культуре нормально, что к вам прикасаются при общении, там за локоть прикоснуться к плечу, где вам руки пожмут, а где не пожмут, и это тоже нормально. То есть мы смотрели на такие вещи. И мы смотрели на разные классификации культур. На семь типов культур. Это одна из возможных классификаций, которые существуют в культурной антропологии. И мы смотрели на то, какие особенности следует учитывать при общении с представителем из каждой из этих типов культур. И смотрели также на то, в каких странах эти культуры распространены. Если вы помните эту вещь, да судя по отзывам, была информация довольно интересной. А вот сегодня у нас третий вебинар в этой серии. Мы будем говорить о том, каким же образом организовать обучение. То есть, посмотрите, мы поговорили о содержании обучения. Мы поговорили о дополнительных аспектах общения, которые очень... ...очень нужны, но, как правило, на них не хватает времени в примерной программе. И мы сегодня будем говорить о том, как организовать это обучение. Причем мы посмотрим и на то, как его можно организовать в классе. На то, как на уроках в школьном курсе. На то, как его можно организовать во внеурочной деятельности. Я вам предложу некоторую программу внеурочной деятельности. Именно для подготовки к реальному общению. И как можно такое обучение организовать на индивидуальных занятиях. Мы будем рассматривать это на примерах. Курсах openlash.ru. Авторы Клавы Саку и Марианы Юрины Кауфман. И на примерах электронного учебника English for Adults. А также бесплатных интернет-ресурсов. Которые тоже всегда нам могут помочь. Я представлюсь для тех, кто со мной не знаком. Меня зовут Алексей Васильевич Конобеев. Кандидат педагогических наук. Главный редактор журнала «Английский язык в школе» и издательство «Титул». Ну что ж, давайте мы с вами посмотрим теперь на реальное общение. Каким образом в классе можно такое обучение организовать? Что здесь важно для себя понять? Такое обучение, конечно же, если мы говорим об обучении в школе, оно проходит в рамках уроков. Оно основано на материалах у МК. Поэтому здесь важно, чтобы МК содержал достаточное количество материалов. И при необходимости мы можем добавлять бесплатные интернет-ресурсы. Конечно, у нас нет необходимости, скорее всего, на каждый урок что-то искать и дополнять. Но я скажу, где что можно найти и как можно использовать. Мы прямо на примеры посмотрим. Такое обучение поддерживает школьную программу и способствует достижению личностных, метапредметных и предметных результатов в ГОС. Мы сейчас с вами посмотрим на два плана урока. Это мы на два урока посмотрим. И я думаю, что там будет весьма очевидно, какие результаты в ГОС такие занятия помогают поддержать. Вот сразу же комментарий Евгения Валерьевна Петрова пишет. В ней урочка «Индивидуальное обучение сейчас в центре внимания многих преподавателей». Да, это действительно очень важный момент. Но когда про урочную деятельность будем говорить, он и организационно удобен, он и финансово может быть удобен. И по содержанию нам с вами может гораздо интереснее таким образом работать, чем, например, заниматься только тем, что у нас есть в школьной программе. Правда же? Так что посмотрим. Итак, давайте мы с вами проанализируем. Когда можно начинать готовить детей к реальному общению? С самого первого урока. Я вам сейчас покажу пример. Я увеличу слайд. Если он у кого-то не помещается на экран, я его потом уменьшу. Вот посмотрите, как начинается самый первый урок в курсе hopenglish.ru. Дети пришли во второй класс. У них первый в жизни урок английского языка. С чего этот урок начинается? Детей знакомят с историей наших героев, которые есть в курсе. Особенность построения курса в том, что там есть сказная история на каждую ступень обучения. Со второго по четвертый класс одни герои и одни приключения. С пятого по девятый другие. Десятый, одиннадцатый, третья история и третьи приключения. И посмотрите, пожалуйста. Начинается все с рубрики «Путешествие в королевство». Несмотря на то, что речь идет о королевстве, это совсем не сказка и не сказочное королевство. Потому что речь идет о реальных событиях, которые могли бы произойти в стране изучаемого языка. То есть наши дети глазами героев следят, они вживаются в героев, сопереживают им и смотрят на то, какие приключения происходят. Посмотрите, с чего начинается история. Я для вас прочитаю ее. Началось все с того, что Аня вместе с папой и мамой полетела в Англию. В самолете Аня задумчиво листал учебник по английскому языку. Все-таки в Англии все говорят по-английски. Но сама не заметила, как заснула. А разбудила мамин голос. «Просыпайся и добро пожаловать в королевство». «Какой еще королевство?» Спросила Аня, мы же в Англию летели. Англия – это только часть страны, которая называется Соединение Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В его состав входят Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Сейчас мы подлетаем к ее столице, Лондону. Ему почти две тысячи лет. И посмотрите, то, о чем идет речь в тексте, мы видим на иллюстрациях. Внизу Павлевского река, на которой стоял невиданной красоты старинный дворец. А рядом с ним здание, похожее на огромные яйца и кубы из стекла. Казалось, построено инопланетянами. В следующий просвет между облаками Аня увидела к лесу обозрение такой высоты, что самолет вполне мог зацепить его крыльями. Ну и действительно, когда к Лондону прилетаете со стороны России, и если самолет приземляется в хитро, то вы как раз самолеты и проходят над центром города. Получается такая авиаэкскурсия. Вот Татьяна Витальевна Нечаева уже комментирует интересный, доступный подача стернерического материала. Действительно, детям не начинают рассказывать, им не показывают на карту, они говорят, посмотрите, мы с вами будем учить язык, на котором говорят, который зародился вот в этой стране. Посмотрите, из каких состоит и так далее. Все идет через историю. Конечно, через историю детям интереснее воспринимать, тем более, что они вроде бы своими глазами уже видят это все. И затем продолжаются приключения. Аняна семья остановилась в красочной старинной гостинице на окраине города. У хозяева гостиницы, мартной Дианы Дилонов, были внуки как раз они возраста, в их юбилдете. Они предложили Ане погулять с ними в парке, но, увы, Аня ни слова не знала по-английски, и уходить от родителей побоялась. То есть вот у нас завязка сюжета, но посмотрите, опять детям сразу объясняют, зачем им нужен английский язык. То есть, могли бы быть не его друзья, но поскольку по-английски не говорит Аня, то подружиться прямо сразу и не получилось. Хотя могла бы пойти погулять и поиграть. И это тоже детям гораздо понятнее, чем какие-то абстрактные установки на то, что когда-нибудь они вырастят, вырастут им английский, потребуется и так далее. Детям пока еще все равно, когда они вырастут. Они пока об этом не задумываются, правда? А здесь, посмотрите, и важность языка, понятным детям языком объясняется, и кроме этой важности сразу дается установка на общение и на интерес к общению с представителями другой культуры. И это действительно очень важный мотив. Вот Мария Романова подчеркивает, очень интересная мотивация. И Мария Мартиросян пишет, очень интересная и доступная, особенно в самом начале обычая языка. Да, и это самый первый урок. А давайте посмотрим, что дальше происходит. Дальше у нас маленький контроль понимания. Причем контроль уже в формате multiple choice, который когда-то потом будет на итоговую аттестацию. Но он совсем нетрудный, пока детям дается. То есть, посмотрите, помню название страны, в которую полетела Аня, и даются варианты ответа Англии, Соединенные Крастики, Великобритании, Северной Ирландии. Я сразу подчеркну, пока первый урок. Пока мне дается три варианта ответа, либо четыре с дистракторами и так далее. А просто идут объяснения, чтобы для того, чтобы дети еще раз посмотрели на текст и нашли правильный ответ. Тут можно посоревноваться, кто быстрее найдет. То есть, поговорили про эти вещи все. А затем, посмотрите, конечно, у нас карта появляется, но она появляется только сейчас на уроке. Задание номер два. Посмотри на карту мира и найди на ней Соединенные Крастики, Великобритании, Северной Ирландии. Какими морями и океанами она умывается, на скольких островах она расположена. То есть, посмотрите, историю вы почитали, либо учителю вы прочитали, если дети по-русски не очень хорошо читают, потому что все-таки во втором классе вы сами знаете, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Правда? Единственное, что я предложил бы не просить детей читать вслух этот рассказ на первом уроке с тем, чтобы кто-то один слушает, а все остальные... кто-то один, вернее, читает, а все остальные слушают. Потому что тот ребенок, который читает вслух, в этом возрасте пока механизм чтения таким образом работает, что детям очень трудно одновременно читать вслух и пытаться понять, о чем идет речь. Поэтому у того ребенка понимание, к сожалению, будет ускользать. И поэтому все тексты учебника начитаны на аудиоприложение еще вдобавок. То есть, вы можете включить аудиоприложение, послушать. То есть, не только тексты для аудирования. Вы можете сами прочитать этот текст, попросить детей просто следить за картинками. То есть, послушать себя, послушать визуалу и так далее. А вот затем, смотрите, начинается подготовка к реальному общению. Вот уже, кстати, комментарии сразу. Дети с увлечением работают по тексту, Светлана Михайловна пишет, коллеги пишут, еще я работаю по этому учебнику, детям не очень интересно. Екатерина Викторовна Доценко пишет, что моя дочерь, прошу прощения, мне не очень удобно бывает цветные шрифты читать. А у моей дочери мотивация к обучению языка появилась в 6 лет, когда стал ездить с нами за границу. Да, когда ребенок понимает, зачем это нужно. А вот посмотрите. Теперь, понятно, что в классе у нас далеко не все дети во втором классе пока еще ездили за границу. Очень везет тем, у кого большой опыт общения с людьми разных стран, национальностей и так далее, разных культур. Правда же? Ну, посмотрите здесь, что у нас происходит. Третье упражнение. Представь себя на месте Ани. Ты в огромном международном аэропорту. Вокруг тебя люди разговаривают на разных языках. И вот пока еще дети ни слова не знают по-английски, абсолютное большинство. Но, может быть, кто-то изучал, считать по-английски, умеет, умеет сказать hello. Но, тем не менее, мы совсем другое дело сейчас делаем. Мы просим детей послушать разговоры людей и попытаться догадаться, какая пара говорит по-английски. То есть первые шаги. У детей фономатический слух пока еще не развит. Мы их приучаем к тому, чтобы на слух определять, какой язык. А давайте-ка мы с вами послушаем. Готовы слушать? Ну, если готовы. Запускаю. Урок 1. Упражнение 3. Представь себя на месте Ани. Ты в огромном международном аэропорту. А вокруг тебя люди разговаривают на разных языках. Послушай разговоры людей. Попытайся догадаться, какая пара говорит по-английски. I'm hungry. No problem. Let's go to the cafe or a restaurant. Okay. I'm going to order a cheeseburger and a glass of diet coke. And I'll have a chocolate biscuit and a cup of coffee. Hello, Uta. Allez tout droit et puis à gauche. Voilà mon billet. Votre avion par a deux heures. Port d'embarquement numéro 5. Merci, madame. Итак, мы вместе с детьми послушали эти тексты. Дети, скорее всего, отгадают. Правда, вот Евгений Валерьевич уже комментирует. Хорошее задание, естественно, построено на международной лексике. Действительно. То есть, дети пока отгадали. Сказали, вот это английский. Если они не отгадали, вы им можете всегда помочь. Правда же? Ну, скорее всего, догадаются. Потому что у детей, на самом деле, языковой опыт большой. Просто они сами об этом не подозревают. Песни на английском они слышат. В фильмах закадывая текст. Тоже бывает, когда переводчик, вы знаете, накладывается голос на закладу и так далее. Вот с том, если комментирует, практически всегда отгадывает. Действительно. Ну вот теперь начинается очень важное задание. Смотрите, как оно звучит. Послушай разговор по-английски еще раз. Попытайся догадаться, о чем идет речь. Давайте-ка мы послушаем и подумаем, какие слова, что может помочь детям догадаться, о чем идет речь. Послушай разговор по-английски еще раз. Попытайся догадаться, о чем идет речь. То есть вот такое вот задание, которое вы будете послушали. Как вы думаете, смогут отгадать? Международные слова помогают. Интонация. Ну, я бы не стал особо пока полагаться на интонацию во втором классе, на то, что дети ее поймут. Правда же? Вот Татьяна Викторовна комментирует. Детям очень нравится задание неугадных слов. Кафе, ресторан, чизбургер. Вы знаете, я как-то проводил семинар в одном регионе. Мне сказали, что вот у нас Макдональдсов нету, мы в небольшом поселке живем. Поэтому дети нуждают чизбургер и не узнают. Но в кино-то они про это слышат. Правда? То есть вот такое вот задание. Кафе, естественно, ключом является. Но они скажут, что о идее чь идет. Правда же? Как, может быть, кто-то угадает из более продвинутых. То есть здесь сильно зависит от рекламы, по ТВ и так далее. Как коллеги пишут. Но проблем. То же самое, это действительно клише, которое может использоваться. То есть посмотрите, что у нас получается. Мы самим этим заданием достигаем нескольких важных целей. Первая важная цель. Мы показываем детям, что не обязательно изучать большое количество лексики. Но вы уже можете понять, о чем идет смысл. Вторая важная задача, которую мы начинаем решать с помощью этого задания. Мы настраиваем детей на анализ контекста. А контекст, это ведь, как вы правильно написали, и интонации, и международные слова. А вы помните то, что в лимнистике называется cognates. Слова, которые сходно звучат на разных языках, имеют одинаковое значение. Международные слова, ситуация, где это все происходит, кафе и так далее. Можно догадаться, правда? То есть такие вещи работают. И дело в том, что мы потом пытаемся добиться того, чтобы дети могли для себя понять, какие приемы им помогают вывести смысл и значение из контекста. Вот у нас потом вопрос. Что помогло тебе догадаться? И после этого мы стараемся сформировать положительную мотивацию еще и эстетическое восприятие языка. Опиши, как звучит английский язык. Эти слова помогут тебе. И даются разные варианты. Быстрый, плавный, медленный, напевный, резкий, красивый и звучный. А язык ведь совсем по-разному может звучать для представителей различных культур. Помните, мы на прошлом вебинаре смотрели с вами видеоролик, где именно играли на стереотипах его авторы и показывали, как разные языки звучат для восприятия. Правда же? То есть вот такие вот моменты. А Мария Мартиросян комментирует, в учебнике по испанскому языку тоже есть такие задания. Да, то, что эти задания становятся популярными, это говорит о том, что эти задания эффективны, они хорошо работают и они полезны. Но посмотрите, вот самый первый урок, что мы успели за один урок, самый первый в жизни у детей сделать? Мы их познакомили со страной изучаемого языка. Мы сказали, как туда можно добраться. Про самолет, правда? Ведь не зря они поездом не поехали через Ла-Маншу, уж тем более не автобусом. Правда же? Мы показали важность изучения английского языка. Вот хочешь завести новых друзей? Изучаем английский язык. Мы научили детей, начали обучать их точнее. Они несколько слов услышали, как по-английски звучат. Правда же? Мы уже сознательно абсолютно. И мы их начали учить вычленять значения из контекста, даже когда ты не все слова знаешь. К сожалению, этого умения очень-очень многим не хватает, в том числе и на ЕГЭ. Когда начинается аудирование, дети слышат незнакомые стулы и впадают в ступор. И из-за того у них возникает паника, и они потом теряют еще несколько слов из предложений, даже которым хорошо знакомы. Именно потому, что стулы незнакомы. Вот такой тренировки не хватает, к сожалению. Но это был первый урок. Только вот. А давайте мы с вами проанализируем урок. Насколько он направлен на общение. Коллеги спрашивают, какое задание в тетради. Задание, они во многом повторяют материал урока. Естественно, потому что дети пока еще ничего другого не изучали. Они во многом повторяют материал урока, но показывают немножко с другой стороны. Та же самая карта, например, может использоваться. И так далее, и прочие вещи. Вот коллеги спрашивают, опоздал повторить, что это за учебник. Это учебник happyenglish.ru для второго класса. Авторы Клары Сакман-Кауфман и Марьяна Юрьевна Кауфман. У нас примеры из школьных учебников во время вебинара все будут из этого курса. А из учебника для взрослых это будут примеры из электронного учебника English for Adults. Авторы Владислава Петровича Миллова и Светлана Валентиновна Логунова. Итак, давайте мы с вами посмотрим, проанализируем урок из, например, середины курса, из шестого класса. Насколько он помогает подготовиться к реальному общению, как это занятие строится, то есть сама структура урока. И что можно еще сделать, если вы хотите еще усилить этот компонент. Хорошо? Итак, смотрим. Вот как раз Елена Закирин пишет, по шестому классу работала. Замечательно. Очень приятно то, что коллеги комментируют именно из опыта исходя. Подводя итоги, с первого урока, смотрите, дети уже получают знания о стране изучаемого языка, начинают учиться, как я говорил, вычиняют значения из контекста, начинают формировать мотивацию к общению на изучаемом языке. Три задачи, даже, пожалуй, три глобальных цели у нас. Правда же, не только задачи конкретного урока, это глобальные цели, которые до 11 класса с ним пройдут. Но посмотрите, как они интересно решаются. Итак, давайте мы с вами посмотрим на шестой класс. Как у нас организован урок. Я пару слов буквально скажу о героях, поскольку тут тоже сюжетное построение. С пятого по девятый класс мы следим за приключениями героев. Миша Игина, российского мальчика, его друга шотландца Роба Маквизарда. И у нас есть еще тайный агент Кьют, которого наняли для того, чтобы светить за Робом. А вот почему наняли там целую историю, которую узнают из учебника. Если вам будет интересно, я скажу, откуда эта история берется. Вот уже сразу комментарии пишут коллеги, я в ней урочку добавляю материалы из этого учебника в начальных классах. Да, прекрасно работает, даже если вы по другому учебнику работаете, все равно happyenglish.ru вполне можно использовать. Итак, давайте мы с вами посмотрим, например, как работает... Я еще увеличу страницу, я прошу прощения за то, что она так у вас на весь экран разъезжается. Мы ее потом уменьшим, но это нужно для того, чтобы увидеть. Как строится обучение. Смотрите, урок называется два урока «Go down the street». Первое, у нас вот новые лексики. «Listen to the words and expressions and repeat them after the speaker». Пока только развитие слуха и произношения. Маленькая речевая разминочка. Потом у нас появляется рубрика «When in Europe». И эта рубрика учит этикетным особенностям. И вот здесь как раз говорится, например, если вы хотите задать вопрос незнакомому человеку на улице, будет невежливость обратиться к нему с прямым вопросом «Where is the bank?» «Где банк?» В английском языке в такой ситуации правильно будет начать вопрос со слов «Excuse me, could you tell me?» И затем идет речь про прямой порядок слов. Поговоряю о том, как вежливо. И отрабатываем этикетные особенности. «Make the questions polite». «Start with excuse me, can you tell me?» «Excuse me, do you know?» И так далее. Потренировались с вопросами, сделали это в парах для того, чтобы сэкономить время. А потом у нас идет речь про этого тайного агента. Он у нас в предыдущих уроках потерял память. Но он помнит о том, что его послали в Россию с какой-то миссией. Поэтому у нас развивается ситуация. Now YouTube remembers his mission to Russia, but he doesn't remember his hometown in England. Listen to the dialogue. Мы не будем с вами сегодня диалог слушать, потому что мы уже смотрели на некоторые примеры. And answer the question. What is cute looking for? То есть первое задание. Listen for specific information. Конкретно, что он ищет. Потом у нас идет диалог в комиксах. То есть мы послушали, потом мы его прочитали. А что у нас происходит дальше? Рубрика «For your information». Добавляется информация страноведческая. И затем пошла отработка в парах. Ask заданий тут A и B. Да, диалоги. A. Ask B directions for. Учимся спрашивать, как дойти куда-то. Затем поиграем. После того, как водящий выйдет из класса, спрячьте в классе какой-нибудь предмет. Вернувшись, водящий должен найти спрятанный предмет, руководство с указанием одного из вас. Например, мы говорим. Даем задание инструкции. И ребенок выполняет. И так можно делать несколько раз, столько, сколько вам потребуется. После этого. Кьют is talking to the doctor. The doctor wants to help him remember his hometown. So he asks cute questions. Listen to the dialogue. Look at the map. And take cute's correct answers. Только правильные ответы надо. Не все ответы, а только правильные. Затем listen to the dialogue again and correct cute's mistakes. Это два задания. Первое, listening for specific information. А второе, не просто specific information, там же listening for detail. Но посмотрите, как мы постепенно подходим к этому уровню аудирования. Сначала было простое задание в предыдущем задании на аудирование. И здесь мы разбили на две части. То есть вот такой вот урок. И посмотрите, что в конце урока получается. В конце урока дети уже знают, как вежливо задавать вопросы. Я уменьшаю слайд. Дети знают, как вежливо задавать вопросы. Дети понимают простые команды. Сами простые пока еще куда пойти, повернуть налево, направо и так далее. И они их выполняют, потому что они это отработали в игре. И вот Елена Закировна пишет, детям понравилась эта игра, просили на следующем уроке проиграть. И Евгения Валерьевна пишет, мои играли каждый урок, пока изучали тему. То есть посмотрите, насколько детям нравится, а что получать. Мы моделируем реальные ситуации общения. Потому что на улице постоянно такое приходится, даже на родном языке. Правда, что уж говорить про иностранный. У меня несколько раз бывали ситуации, когда меня в Лондоне спрашивали, как куда-то пройти. Мне всегда приходилось признаваться, говорить, sorry, I'm strange here myself. Но иногда я знал, как куда-то пройти, поэтому объяснял дорогу. Так что тоже такие ситуации бывают. А, и вот смотрите, Татьяна Викторовна комментирует, благодаря таким упражнениям дети учатся строить реальные диалоги. Но, например, кто-то может захотеть добавить какую-то информацию или какие-то тренировочные упражнения. Например, вы хотите дополнить не только то, что есть для домашней работы, а предположим, у вас класс такой, которому это пойдет хорошо. Либо у вас есть дополнительный час в неделю или какие-то еще внутренние резервы, бывает, находятся. Что можно сделать? В интернете есть много ресурсов. Но кроме интернета можно взять упражнения из обучающей компьютерной программы КОНК. Там тоже есть упражнения на нахождение дороги и так далее. И можно потренироваться. Я вчера буквально 10 минут поискал дополнительные ресурсы в интернете бесплатные. Пожалуйста, вот, например, интерактивная игра аудирования и отработка предлогов. Если вы по этой ссылке пройдете, вы потом скачаете когда-то презентацию, можете воспользоваться этим делом. Перед вами появится игра, где будет изображение города, маленькая фраза звучать. И нужно только выбрать правильное начало этой фразы. Например, turn left, turn right и так далее. То есть, ровно то, что мы в уроке отрабатывали. Есть видеоупражнения, где как раз мы смотрим, как можно given dust for directions и так далее. И есть упражнения на аудирование. То есть, посмотрите, если вам по какой-либо причине нужны дополнительные материалы, если вы хотите увеличить этот урок, вы легко найдете эти материалы в сети. Но самое главное, что воспользуйтесь пока тем, что есть в УМК. Это учебник, это задание в обучающей компьютерной программе и так далее. Вот как пишут коллеги, игра привлекает даже слабых учащих, всем нравится. То есть, посмотрите, и мотивация, и весь урок очень-очень четко ориентирован на практику. Вот в этом, кстати, особенность курса. Там всегда идет мощная практическая ориентация. Даже если у вас уроки посвящены грамматическому материалу, все равно примеры даются такие, которые можно использовать в жизни. Если вам, кстати, нужны еще ссылки, и вы об этом не знали, то на сайте englishteachers.ru есть поурочные каталоги бесплатных онлайн-ресурсов каждому учебнику, который издательство титул выпускает. Это курсы и happyenglish.ru, и enjoyenglish, и курс мире in online English. И даже дополнительные пособия, например, Санкт-Петербург, Москва и так далее. То есть вы заходите на форум, там есть раздел, посвященный учебникам, и есть бесплатные интернет-ресурсы. И вот в этих самых ресурсах прямо поурочно даются ссылки. На каждый урок вам не надо искать самим, для вас уже материалы сделаны. Например, вы говорите с детьми о Тауре, и у вас экскурсия, и у вас ссылка на виртуальный тур по Тауру, можете показать. Говорить про Макенгенский дворец, можете с детьми зайти внутрь этого дворца, посмотреть изнутри, как это выглядит, есть видеоресурсы и так далее. То есть огромное количество таких материалов, которые можно использовать. Но это действительно, ведь каждый учитель все равно. Один год вы поработали по учебнику, второй год по нему работаете, уже хотите чем-то разбавить, когда у вас знакомство прошло. Не потому, что учебник недостаточен, учебник более чем достаточен. У нас на прошлом вебинаре, например, одна коллега писала, что для некоторых ее учеников материалов даже многовато бывает. Но здесь как раз вы сами выбираете, что использовать. Но бывают ученики разные. У кого-то один жизненный, у кого-то другой, разные способности и так далее. Поэтому все время и дополняем и прочее. Но тем не менее, если вы работаете с этим учебником, у вас все материалы уже есть. И в учебнике, и в рабочей тетради, и в обучающей компьютерной программе. И даже дополнительные ресурсы уже для вас собраны, подобраны. Вы можете строить курс так, как вам угодно. И вот эти вот вещи помогают. Вот кто-то пишет, что очень жаль, что в школе нет интернета, нельзя это использовать. Если интернета нет... Хотя вы, кстати, знаете, вы можете поговорить с администрацией. На самом деле, по проекту образования школы подключали к интернету все. Но после того, как их подключили, задача оплачивать интернет перешла, легла на плечи школы. И школы не всегда хотят это делать. Но обратите внимание, пожалуйста, по ВГОСу в группе требований к материально-техническому обеспечению образовательного процесса четко говорится, что учитель имеет право на доступ к базам данных, в том числе системы интернет. То есть там четко говорится, школа обязана предоставить учителю выход в интернет. Поэтому можно взять стандарт, показать пальцем на это требование, и пойти к руководителям и сказать, уважаемые господа, вы же хотите, чтобы мы выполняли требования ВГОС? Давайте мы и вот это требование выполним, для того, чтобы у нас все это работало. Вот, например, кто-то пишет, у нас есть интернет и так далее. А кто-то даже своим интернетом пользуется через сотовый модем, очевидно, или каким-то еще способом. Вот Евгений Валерьевн пишет, избыточность материала лишнего бывает. Я, кстати, тоже так считаю. Помните, у нас ведь даже в примерной программе есть два уровня того, что дети освоят. Есть обязательно минимальный уровень, дети научатся. И плюс у нас есть второй уровень, дети получат возможность научиться. То есть возможность мы им даем, а как они воспользуются этой возможностью, уже зависит от их интересов, способностей и так далее. Но это действительно та самая вещь. Лучше больше, чем меньше, правда? Пойдемте дальше. Как же можно построить, вернее, как же в курсе строиться? За счет чего происходит подготовка к реальному общению? Во-первых, как я уже говорил, у занятий, у уроков постоянная практическая ориентация. Даже в самых сказочных моментах и сюжетах мы все равно с вами говорим о том, как найти дорогу, как купить билет и так далее. Я сейчас покажу эти моменты. Наиболее частотные реальные ситуации общения моделируются. При избыточности материала ориентация именно на то, что реально требуется в жизни. И это тоже очень важно. Потому что много о чем можно говорить. Прошлый вебинар у нас многими потом писали, говорили, что вебинары интересные. Но я вам честно скажу, но не из-за того, что говорили полезно для учителей, но в школе велико не все можно использовать. Просто потому что времени не хватит, да и не так многому из детей не сейчас готовы путешествовать. Правда? Регулярный возврат к раннеизучным темам происходит и их развитие. Например, а что происходит? Как темы развиваются? Давайте покажу примеры. Итак, наберем, например, тему поездку в страну изучаемого языка. И эта тема глобальная, она из многих под тем состоит. Поэтому я выбрал какие-то моменты отдельные. На самом деле, в учебниках больше. Во втором классе дети получают, как вы уже видели, начальные знания страны изучаемого языка. Они узнают о путешествиях по Лондону с друзьями. Сюжет сам заставляет. Они получают некоторые знания о типичных блюдах, о транспорте в Лондон, такси и так далее. То есть учатся пока. В третьем классе уже начинаются активные путешествия по Лондону. У нас там дети для того, чтобы найти с Глуфи и Маргану. Они у нас и в Тауэр отправляются, и в Лондонский зоопарк, и во многие другие места, и в музей Мадам Тюсоя, и так далее, и так далее. В четвертом классе дети получают уже представление о путешествиях по всему миру. Они споставляют положить на особенности родной страны и страны изучаемого языка, чтобы, во-первых, с одной стороны доброжелательность и общение, а с другой стороны интерес и понимание того, что нам тоже есть чем гордиться. Правда? Пятый класс. Знакомство с авиаперелетами, основные термины, которые используются для авиаперелетов, для билетов и так далее. И то, что у нас происходит в аэропорту. Светлана Михайловна комментирует. На пятиклашке после темы в аэропорт владели информацией больше, чем их родители. Верно. Вот я сейчас как раз об этом тоже буду говорить. Замечательно, что то, что я говорю теоретически, ваш практический опыт подтверждает. Правда же? Шестой класс. Дети учатся, как спросить дорогу. Мы с вами видели эти примеры. Там в течение всего раздела идет эта тема. Путешествовать по стране на автобусе. Покупать билеты и так далее. Я только часть даю из того, что есть в каждом году. Седьмой класс. Заполнение анкеты. Получение визы. И дети понимают, что нам для того, чтобы получить визу. Выбор способа путешествия. Как попасть в Англию. Что можно туда не только самолетом долететь, но и поездом, и автобусом, что для этого придется сделать. Учимся покупать билеты и так далее. Опять же, очень практически все. Восьмой класс. У нас снова идут путешествия по стране. И мы учимся получать информацию. Я напомню, мы сейчас говорим только о теме путешествия. Мы не затрагиваем другие темы. Мы не весь год учимся путешествовать по стране. Это то, что красной нитью проходит. Девятый класс. У нас путешествия, но теперь уже на другой континент, в США. Учимся находить дорогу в незнакомом городе в США. Там совершенно другие вещи. Об этом посмотрите, если кому-то интересно, презентацию с первого вебинара из этой серии. Июльского. Либо видеозапись мы об этом говорили. Учимся путешествовать по разным штатам. Знакомимся с достопримечательностями США. Учимся заказывать еду в кафе и в ресторанах США. А до этого мы говорили про еду и в начальных классах, и в средней школе, и так далее. В 10 классе у нас новые герои и новый сюжет. И мы еще раз повторяем. Путешествия в другую страну. Но прямо с каких путей? Уже на высоком уровне с должности, который доступен 10-классникам. Покупка веб-билеты, регистрация на рейс, что надо делать в аэропорту, что означают разные знаки. Как сдать багаж, как заполучить багаж, когда прилетели. Что произойдет, когда вы прибываете в другую страну. Как можно ехать по стране. Как организовать туристическую поездку внутри страны. Правила безопасности и так далее. У нас появляются. А и 11 класс. Поездка за границу для учебы. Уже они просто туристам. Условия и особенности проживания в этой стране. Аренда жилья. Юридические тонкости, которые бывают. И которые больше детям неоткуда узнать. Покупки на фермерских рынках. Как, например, купить продукты. Про магазин мы раньше говорили. Кухня в других классах. Кухня народов мира. Питание в кафе и ресторанах в Англии. Защита своих прав в глобальном мире. И так далее, и так далее, и так далее. Комментарий от Светлана Нисимана я зачитаю. Который год наблюдает одну и ту же картину. Ученики нравятся сюжетные истории читать, забегая вперед. Независимо от того, на каком уроке они в школе. Да, вы знаете, я вам честно скажу. Не знаю ни одного другого учебника, в который дети вперед забегали бы читать. Я один только учебник сам в своем опыте такого рода видел. Это учебник Экерсли, Essential English. Но он, к сожалению, не для детей совсем. Правда же? То есть, вот такие вот моменты. Кто-то спрашивает, с электронными учебниками Экерслиева дал знакомиться. Будем? Конечно, будем. У нас же эти темы есть. Пойдемте дальше. И вот хороший совет от Евгении Валерины. На некоторых сайтах работают онлайн-камеры. Можно попасть прямо на Таджи Махау, например, и так далее. Да, есть онлайн-камеры в Лондоне. Поэтому говорить про Лондон, пожалуйста, можно показать вид на Ласт Минста Бэдж. Можно показать вид на Оксфорд в реальном режиме и так далее. То есть, все эти вещи. Владислав Николаевна Боровкова пишет. Для меня, как учитель-самоучки, маловато шаблонов, которым можно пользоваться в различных ситуациях, которые предлагает учебник. Вы знаете, учебник построен как раз на материалах, дает довольно шаблонные фразы многие. На каждую ситуацию шаблон все равно не придумать. Потом, к сожалению, только на шаблонах невозможно выстроить. Например, рубрика Conversation Breaks, которая нам помогает, рубрика Friends и так далее. Это то, чем можно воспользоваться детям, когда они учат, и знакомые слова учатся находить, и конкретные обиходные выражения и так далее. То есть, всем этим можно пользоваться. Пойдемте дальше. Что у нас получается? Ну, про результаты мы с вами уже поговорили. Итак, как можно организовать внеурочную деятельность? Вот посмотреть, сколько мы идей уже друг с другом поделились. Что можно использовать? Вот все эти идеи можно использовать, кстати, и для внеурочной деятельности тоже. И уже у нас сегодня писали о том, что во внеурочной деятельности тоже можно использовать учебник OpenLash.ru. Несколько организационных моментов. Давайте посмотрим на стандарты. Внеурочная деятельность. Что стоит помнить? Если вам говорят, что вам придется внеурочную деятельность организовывать, то смотрим вот на что. Во-первых, она организуется по направлению развития личности, которая перечислена в стандартах образовательных. Это спортивно-оздоровительная, духовно-нравственная, социальная, общеинтеллектуальная, общекультурная. Формы внеурочной деятельности могут быть любые, за исключением формы урока. И это очень важный момент. То есть внеурочная деятельность – это не факультатив, это не дополнительный урок в неделю. Это другая форма работы. Это могут быть экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые научные исследования, общественные полезные практики и так далее. И посмотрите, только в начальной школе на каждого ученика на первые 4 года обучения отводится до 1350 часов внеурочной деятельности. Кто-то спрашивает, как найти такие сайты с камерами. Это про онлайн камеры. У нас есть тема на EnglishTitchers.ru, там есть ссылки на эти камеры. Зайдите на форум, введите в поисковую строчку запрос онлайн камеры и увидите, там очень много таких вещей, которые можно найти. Готовы уже. И обратите внимание, пожалуйста, на урочную деятельность может не только в школе происходить, но и, например, на каникулах она тоже может проходить. В лагерях дневного пребывания и так далее, в летних школах. И могут быть дополнительные учреждения, дополнительное образование детей. Поэтому, если, например, вы в школе не работаете, но вы хотели бы предложить свои услуги, предлагайте их как услуги по внеурочной деятельности. Все равно школа оплачивает. Да, это такие вещи. И, как я уже говорил, форум организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы определяет само образовательное учреждение. То есть, это учреждение решает, в какой форме будет внеурочная деятельность, сколько часов на нее она отведет и так далее. Но что здесь важно запомнить? Если мы предложим хорошо придуманную и продуманную программу внеурочной деятельности, то, скорее всего, образовательный учреждение за нее уцепится. А вот давайте мы теперь с вами посмотрим на такую программу. Что можно было бы делать? Работая с курсом happyenglish.ru, можно внеурочную деятельность, как один из вариантов, организовать в виде клуба путешественников. Назовем его, например, Royal Travel Club. Уже сегодня говорили о том, что ученики лучше знают ориентируется в аэропорту, чем их родители. Пятиклассники лучше знают благодаря этому учебнику. И действительно, на заседаниях такого клуба можно еще усилить этот момент. На заседаниях такого клуба школьники смогут знакомиться с особенностями и достопримечательностями разных стран. Учиться вести себя в соответствии с этикетом, культурой и обычаями этих стран. Научиться помогать родителям в турпоездках, ориентироваться в аэропортах, на пограничном контроле и так далее. И сама работа этого клуба заседания могут заключаться и в мини-презентациях, и в просмотре видео, и в постановке мини-сценок, соответственно, тематика разделов учебников. Я предлагаю некую программу для второго класса. Давайте мы коротко посмотрим. И пока будем смотреть на нее. Вот, кстати, Галина Старун пишет, у нас английский второй иностранный. Два часа можно ли использовать этот учебник? Я думаю, что вполне можно, за счет того, что там объяснения материала теоретического, грамматического идут на русском языке, очень понятные. Поэтому детям не будет трудно это все понять. Постоянно проводится сопоставление с русским языком. То есть им будет понятнее это делать. Много очень упражнений, готовых уже в рабочие тетради, куда только нужно вписать какие-то вещи. То есть снимает лишнее, снимает трудности, которые могли бы вызвать затруднения при обучении английскому языку как второму иностранному языку. Вот как раз Елена Закирина пишет, огромное спасибо, я в этом году организую такой крупный урочек. Ну, замечательно, значит, мои идеи пригодятся. Итак, второй класс. Смотрим, какие могут быть заседания. Я набросал свою программу, по которой я бы, например, ее бы, естественно, ее можно как-то модифицировать прочь. Я вам только уроки предлагаю. Итак, первое заседание. Назовем вам «Мы едем в Англию. Информация о Великобритании». Мы в учебнике видели, как подается. Мы можем вполне информации добавить больше. Картинки, видео и так далее. Заседание несколько подряд. Со второго по четвертое я написал «Достопримечательности Лондона». Опять же, посмотрели видео, фотографии, что нравится, что интересно, и коротко-коротко рассказали о них. Мы еще к ним вернемся. Заседание номер пять. Как добраться до Англии? Способ и путешествие. Чтобы дети понимали, что можно и самолетом лететь, и на поезде, и так далее, но с чем спряжено, с какими трудностями. Заседание номер шесть. Где можно остановиться в Лондоне? Что бывает и «Bed and Breakfast», бывает «Hotel», бывает «Hostel» и так далее, чтобы тоже эти вещи понимали. Правда же? Мы не детально знакомимся. Это только второй класс. Мы только рассказываем детям истории, показываем фотографии, картинки, берем из бесплатных интернет-ресурсов и информацию из учебника. Заседание номер семь. Милые друзья, учимся представляться по-английски. Даже если у вас дети на нерочной деятельности пришли из другой группы, которые другой язык учат, мы вполне можем их научить поговорить о простых вещах. Заседание номер восемь. Английский завтрак. Что в него входит? Как называются компоненты по-английски? То есть «Bacon», «Eggs», «Bins» и так далее. Такие вещи. Несколько новых слов. Заседание номер девять. Покупаем билеты на экскурсию. Мы здесь о чем будем учиться? Находить на билете информацию. Например, «Child» или «Adult». Сколько стоит? И когда он действует? Чтобы можно было пальцем показать. Правда? Вот сразу Юрий Барсуков пишет. Родители просто в восторге от того, что в учебнике есть объяснение на русском языке. Удивлены только тем, что он не входит в наш любимый список. Мы про список сейчас поговорим с вами еще. И так далее. Давайте, коллеги, сделаем так. У меня целых два слайда, на котором расписаны мои предложения по заседаниям. Я не буду все, пожалуй, читать. Посмотрите глазами. Я думаю, что если вам это покажется логичным, вы можете эти идеи использовать. Правда же? То есть, посмотрите, самое главное – не перегружать детей информацией. Это действительно клуб путешественников. Помните, передача такая была? Это действительно клуб путешественников. Показали, как выглядит, заинтересовали, выучили два-три слова на занятия новых, и хватит. Это неурочная деятельность. Это неурок, еще раз подчеркну, и не должно быть уроком. Это должно быть интересным и помогать детям развиваться. А развитие идет и в плане личностных результатов и мета-предметных. А не только предметных. Правда же? И бесплатные видеоролики есть, которые можно использовать и прочее. И ролевые игры, например, покупаем билеты на экскурсию. И поездка в метро. Но опять, что такое поездка в метро? Читаем название станции. Это вроде бы правило чтения, но довольно интересная вещь, потому что вот она схема метро, ее можно и распечатать, и на экран ее есть, если у вас проектор есть и так далее. Поработали поездка в метро, где находится. Например, название достопримечательностей, на каких станциях метро находится, то есть как лучше всего добраться. То есть, скажем, Букигемский дворец – это Гринпак, да, Тауэр – это Тауэр Хилл, и так далее, из того, что нам может пригодиться. А если хотим в Гринвич поехать, то не обязательно ехать на поезде с Террингтон, с вокзала, а можно доехать до Кэндон-Таун на метро, и там уже недалеко совсем на автобусе добраться. И прочие вещи. И продолжение. Время ланча. Что такое английская еда вообще? Не только завтрак, да? Где найти ланч, где можно поесть в Англии, что в пабе может быть, что такое pub food, что такое buff food, чтобы если дети с родителями поедут, дети уже родителям скажут, туда не ходи, сюда пойдем. Мои любимые блюда, и как они соотносятся с английской кухней, как заказать еду, мы идем в кафе, ролевая игра. Опять довольно простые вещи, но посмотрите, сразу несколько занятий, которые помогут научиться этому. Стараемся быть вежливы. Правила поведения, в том числе и более ланч, и дистанция, а не только этикетное общение. Вежливый турист, ролевая игра. Экскурсия на автобусе, информация о туристических автобусах в Лондоне. Покупаем билет на туристический автобус. Опять мы возвращаемся к покупке билетов, но на более высоком уровне, потому что уже языка прибавилось у детей и понимание. Правда же? Как правильно переходить дорогу в Англию? Левостороннее движение. Сначала это очень может вводить в смущение. Хотя, слава богу, на проезжей части прямо написано «look left, look right», когда мы туда идем. Но опять же, надо знать, на что смотреть. Правда? Вот такие моменты. Если вы потерялись, обязательно научить детей, как попросить о помощи полисмена. И я ищу свой отель «Ролевая игра». Лондонские сувениры. Какие они бывают? На что можно рассчитывать? На что не стоит рассчитывать в Лондоне? Правда же? И, наконец, покупаем сувениры и завершающие задания. Учимся быть гидами. Повторяем, чему мы научились за год. И, наконец, можно устроить представление для родителей «Юный гид», когда дети могут провести мини-экскурсию по достопримечательностям Лондона еще по чем-то на русском языке и какие-то мини-сценки разыграть. Вот уже, например, коллеги пишут «Очень интересная идея. Спасибо большое. Обязательно попробуй с своими учениками». Это только один из вариантов. На самом деле, учебник позволяет гораздо больше сделать. Материалов там хватает. А дополнительные ресурсы, если взять singlistiches.ru, так и тем более еще больше будет. И это все используется. Но, если вам понравилось, я пытался создать такую программу, набросать. Это еще не в полном виде программу расписывать надо. Но я пытался ее набросать так, чтобы это именно и учителю было понятно. И родителям была польза очевидна, и детям было интересно. Потому что, когда интересно учителю, когда интересно детям, а когда родители понимают, зачем это, то это три компонента успеха. Тут вам и мотивация, и развитие, и самим не скучно. Ну что ж, замечательно. Это мы поговорили с вами про работу на уроке, на урочной деятельности. Сейчас перейдем к индивидуальному обучению и к учебнику для взрослых, которым уже спрашивали. Комментарий Инга Голубцова пишет, «Наши школы не дают внеурочку по английскому, а пример великолепный». А вы им предложите, вы им говорите, что это не внеурочка по английскому языку, вы им предложите именно юный вид. Назовите эту программу, добавляйте минимальный английский язык как средство международного общения, но пользуйтесь опять же материалами из УМК и из ресурсов, которые к нему находятся. Я думаю, что такая внеурочка сработает. Правда же? Вот кто-то пишет, например, Елена Закировна пишет, «Сама попросила два часа в неделю». Ну что ж, замечательно. Опять же, посмотрите, администрация школы обычно охотно идет на такие вещи, потому что им все равно надо эти часы реализовывать. Они обязаны за них платить. Об этом в стандарте тоже написано. Правда же? Но они эти часы должны реализовывать. Если нет внеурочки, это для них уже небольшой недочет. В образовательную программу, в образовательное учреждение это входит. Поэтому организовать можно такую работу. И вот сейчас кто-то пишет, Татьяна Ельцинова пишет, «Стого как раз сейчас продумаю дополнительную программу. Спасибо за идею». Вот у кого-то родители просили, «Пожалуйста, у вас как раз...» Да, вот, к сожалению, платят копеечки, но вы сами знаете, со школы вечная проблема. Вот как в той печальной шутке, почему учитель работает на полторы ставки. Потому что на ставку есть нечего, а на две некогда. Но я думаю, что вы знаете, то, что вы отработаете в этой программе в неурочной деятельности, вы потом прекрасны, если у вас есть время, силы и желание для репетиторства, для индивидуальных занятий, вы как раз прекрасно сможете реализовать этот же материал, но более расширенно, уже с большим фокусом на языке. Внимание! Вы сможете реализовать на индивидуальной деятельности. А давайте мы как раз и посмотрим, что можно делать на индивидуальной деятельности. Но еще один вопрос. Наталья Павловна пишет, «Внеурочная деятельность в средней школе предусматривается ли в ГОС?» в ГОС предусматривает внеурочную деятельность на всех ступенях обучения. Просто в начальной школе там говорится, что до 1380 часов, а в средней школе количество часов не оговаривается, здесь уже как образовательное учреждение решит. То есть там нет ограничений ни в нижнюю, ни в верхнюю сторону, но внеурочная деятельность предусмотрена. Ну что ж, переходим к индивидуальным занятиям. Еще, подводя итоги, провел Джавелл Клаб. Значит, недоседание клуба «Дети» что сделают? Получат туристическую информацию о Великобритании, и вам никто не мешает и про другие страны. Тоже так говорит, правда? Узнают о способах передвижения, на примере Лондона. Узнают о некоторых блюдах английской кухни, вот по этой программе, если идти. Узнают о правилах поведения в Англии и научатся вежливо себя вести на улице. Это очень важный момент. Попомнить свой словарный запас. Научатся читать основную информацию на билетах. Научатся покупать билеты на экскурсии. Это я вам уже, в ваших программах в универочной деятельности. Научатся заказывать еду в кафе. Научатся переходить дорогу в Англии. Покупать сувениры. Просить полицейского помощи в случае необходимости. И это только усеченный список, сжатый весьма. Можно было более подробно расписать такие вещи. Ну что ж. И заседание клуба, конечно, продолжится в следующих классах. То есть эта программа может идти на весь курс школьного обучения, либо настолько, насколько вам интересно и полезно. Учебники это прекрасно позволяют делать. Итак, занятия со взрослыми и индивидуальная деятельность. У взрослых есть свои особенности обучения, к сожалению, которые нельзя не учитывать, если мы хотим, чтобы занятия получились успешными. Вот давайте точно так же посмотрим. Во-первых, у взрослых есть четкая задача. Им надо видеть практическую пользу от занятий. Польза может быть разной. Для каждого своя практическая польза. Кому-то надо для поездки. Кто-то научился, там, знакомые слова в песне услышал. Для них это тоже практическая польза. Но, тем не менее. Вот спрашивайте Елена Николаевна. Очень интересно, где взять планирование и ОМК для клуба для детей. Вы знаете, когда вот этот план для второго класса писал, я брал информацию, которую можно найти в учебниках happyenglish.ru. Поэтому возьмите эти учебники, возьмите оттуда материалы. Можете взять дополнительные ресурсы из сайта EnglishTeachers.ru. А программу каждый для себя пишет. Я для вас написал примерное содержание, цели и задачи и планируемые результаты, фактически написанное. Вы можете чуть-чуть ее подогнать под себя, как вам нужно. Что еще требуется взрослым? С одной стороны, у них идет высокий темп изучения материала, поскольку они более усидчивы, мозг по-другому работает. Но с другой стороны, возможностей для отработки у них очень мало. Заняты, устали, домой пришли, после работы уже устали от всего, и домашние дела надо делать, правда? Поэтому, вы сами знаете, высокий темп поддерживать можно, но если отрабатывать невозможно, то темп уйдет впустую. Вот мы посмотрим, как сделать это так, чтобы и темп сохранять, и отработка была. У них идет, к счастью, соотнесение учебного материала с личным опытом. Вот у детей личного опыта мало, им приходится все время объяснять, что вот это важно, тебе пригодится этот материал, давай научимся, и надо показывать ценность. Взрослые прекрасно сами знают. Они говорят, о, а я вот в прошлый раз был в Турции, я не знал, как это спросить, а теперь после вашего занятия я знаю. Или, например, ага, мне нужно будет письмо на работе написать по электронной почте. Вот как здесь правильно сформулировать? Ему сказали, и взрослый уходит абсолютно довольный. Он получил ответ на конкретную практическую проблему. Правда же? И у взрослых, как правило, мотивация высокая. Если они пришли заниматься английским языком во взрослом возрасте, значит им это нужно. Это не то же самое, что когда в школе некоторые дети из-под палки, не понимая, зачем им это пригодится. Правда же? Итак, учебник English for adults. А давайте мы с вами проанализируем одно из занятий и посмотрим, как оно может строиться, что нам здесь помогает, и как организуется ориентация на практическое именно общение. Смотрим. Несколько слов буквально про учебник. Сам этот электронный учебник предназначен для взрослых, которые изучают английский с нуля, либо учили, но забыли, приступают после длительного перерыва, и создан специально с учетом тех самых особенностей взрослых учащихся, о которых мы говорили. Он позволяет подготовить учащихся к поездкам за границу и к овладению поседневным общением и основным общением на рабочем месте. То есть это не такой учебник, который позволит читать классическую литературу, это и не требуется. Но зато для повседневного общения это то, что нужно. Как строятся занятия? Я буду увеличивать слайды, но они сейчас очень мелкие. Я специально вынес некоторые упражнения, сделал их крупным, и мы сейчас с вами увидим. Вот у нас, например, из второй части Гаин Ануцова. Давайте мы посмотрим, поскольку мы про путешествия с вами заговорили. С чего начинается? Сначала отработка, и видите, вот эти вот значки аудирования, у нас более 700 упражнений на аудирование записаны, все это носителями языка, и их можно все нажать на кнопочку, послушать, поскольку это учебник электронный. Посмотрите, сначала мы тренируемся, причем мы тренируемся с такими словами на произношение разминка, которые нам потребуется. Посмотрите. Plan, family, merit, package, passport, in advance, late, wait, date, stay, change, и так далее. Затем у нас идет рифмовка, потому что рифмовки не только с детьми работают, взрослые тоже хорошо запоминают. Эта рифмовка уже, она забавная, но там практически советы есть. Я не буду вам аудиозапись включать, вы можете сами послушать ее в учебнике, я его зачитаю сам побыстрее. Вот говорят, взрослые начнут спрашивать значение слов. Начнут, естественно. Но, во-первых, большую часть этих слов они уже знают, какие слова не так понятны, например, immigration, interview, program и так далее, multiple visa, тоже они поймут. А то, что они не знают, как раз во время урока и будет объясняться. Вы их можете назвать и успокоить, мы сейчас все это с вами узнаем. Посмотрите, рифмовка. И затем идут у нас отдельные предложения, как раз где они и отрабатывают эти слова. И посмотрите, мы показываем, как одни и те же звуки могут быть написаны, переданы при написании по-разному. Мы не акцентируем сейчас внимание на правилах чтения, но взрослые хорошо запоминают по аналогии. Answer questions and register at the registration desk. Show your business visa and work permit. Be sure to tour Vancouver. Посмотрите, мы показали, как один и тот же звук по-разному дается, правда? Затем в задании Prada, what's with the same sound? Тут уже идет анализ, уже спрашивают, где можно скачать учебник, сейчас скажу. Вот как раз автор учебника Радислав Петрович Миллок комментирует, нам сегодня с вами очень везет, Адислав Петрович смог на это время присоединиться к вебинару, поэтому дополнительные комментарии сейчас только как раз нужно. Посмотрим дальше на ход занятия. Это страничка. Давайте мы увеличим то, что нам надо. Итак, посмотрели. Затем снова работаем, продолжаем с правилами чтения. Но опять же, как мы работаем? Опять рифмовка дается. Are you planning to go by plane? Were you wise to get a visa? Do you want quite a quiet place? Посмотрите, это слова, с которыми ошибки очень часто бывают в произношении. To the tower in this case. I must warn you about one things. Keep your eye on everything. И так далее. И затем у нас идет задание odd one out, где именно по правилам чтения. Посмотрите. Quiet, tired, quiet. Ищем лишнее слово. Тут I в первых двух, а тут I, да? Our, to, tower. Слово to, лишнее. И так далее. Поработали. Дальше ход занятий. Грамматика. Feature simple. Повторяем. У нас есть интерактивный грамматический справочник. Кликнули, прочитали правила. Но посмотрите, вот эти маленькие диалоги, крохотные, они опять же у нас используются так же, как те слова, которые с самого первого упражнения. Эти диалоги уже используются для того, чтобы строить реальное общение. Посмотрите. What are we going to do this summer? Let's go to Alaska. To Alaska. After a long winter, to cold Alaska. We live in one hotel in Alaska. Where shall we go this time? Why not travel to Spain? We were in Spain last year. Let's go to Italy or Greece for a change. Good idea. Will you travel anywhere for Christmas? Now we will stay at home. Will the elders come to see you? Yes, they will come for a day or two. То есть взрослым уже даются готовые фразы на одну и ту же тему, но в самых разных ситуациях. И ситуации взрослым как раз очень хорошо знакомы. Правда? особенно, например, в прошлом году я хотел поехать в Англию, в этом году снова хочу, ездил, нет, но опять хочу. И так далее. Правда же? То есть действительно здесь идут упражнения, которые позволяют понять эти вещи. И затем продолжаем работать. Посмотрите. Затем взрослые отвечают уже на вопросы. То есть мы выходим на продуцирование. То было просто повторение и анализ. Теперь продуцирование пошло. Answer the questions. Where are you going this summer? What are you going to see there? И так далее. И словарный запас, посмотрите, как дается. Я сейчас увеличу. Дается табличка, когда даются не просто ключевые слова, но показывают сразу, как из этого слова можно построить словосочетание, которое потребуется. Например, tour, tour agent, tour agency, package tour, go on a tour. Travel, travel agent, travel agency. Excursion, go on an excursion. Hotel, hotel manager, book a hotel, hotel is already booked. Visa, опять же, apply for a visa, issue a visa, grant a visa. Do, deny a visa, refuse a visa. И так далее. То есть та лексика, которая потребуется. И затем у нас идет отработка в диалогах. Мы повторили диалоги за диктором и переходим к говорению. Посмотрите, давайте мы опять увеличим. Поговорили, отработали диалоги. У нас есть задание на чтение. Мы почитали и послушали в аудиозаписи это задание. Мы узнали про разные типы визы, что требуется. Затем задание на аудиозаписи. У нас несколько микродиалогов. Нам нужно понять, сопоставить диалоги с говорящим. Затем у нас идет задание на спекинг и на лайтинг. И после этого мы переходим в Crossroads of Cultures. Давайте посмотрим поподробнее. Какие задания на спекинг даются. Вот, кстати, сразу пишет Татьяна Викторовна. Такая подача лексики лучше запоминается. А я сейчас скажу, на чем оно основано. Здесь очень важный принцип. Добавить, запомню ключевые слова. Нейронная сеть. Я сейчас объясню, о чем идет речь. Итак, спекинг. Посмотрите, какие у нас темы. Опять то, что в быту часто требуется. И так далее. А для того, чтобы ответить на эти вопросы, уже взрослым надо изучить немножко информацию самому. То есть, уже пользуясь английским языком. Правда же? И задание на письменную речь. Поговорили о своих планах. И, наконец, Crossroads of Cultures. Мы говорим о кросс-культурных проблемах. О том, что может произойти в странах изучаемого языка. И так далее. Вот сразу пишут, что у учебника ДУМГ-1. У кого-то взрослых такой уровень знания языка. Мы сейчас с вами смотрим на занятия из последней части учебника. Учебник в двух частях. Это предпоследний раздел. А до этого у нас был вводный курс. До этого у нас занятия шли с самого первого урока и так далее. То есть, начиналось все для начинающих. Если вам интересно, я проводил вебинары как раз по этому учебнику. Посмотрите, вы увидите, что первые занятия, они очень-очень простые. Но давайте посмотрим на Crossroads of Cultures. Тема называется таким образом. Tourist traps. Here is a list of tourist traps. Take all the tourist traps that you have experienced. Tell your story to others. What other tourist traps have you heard of? Коллеги, я вам прочитаю несколько вот этих вот самых tourist traps. А вы мне скажите, пожалуйста, с вами что-то подобное или с вашими знакомыми было или нет? Интересно ли об этом поговорить? Правда же? Например, somebody sold your ticket to a museum, but the end was free of charge. Сталкивались с такими вещами? Слава Богу, что нет, пишут. Напоминает историю про провал из 12 стульев. Правда? Хорошо. Следующее. Somebody offered you to change your money and cheat at you. Бывали такие ситуации? Курс неверный и прочее. Вот с кем-то, к сожалению, бывали ситуации? Да, было. У меня, например, такое бывало, как на Украине несколько лет назад. Somebody offered you to buy a mansion suit. But it was not ancient. Это очень часто бывает в туристических странах типа Египта. Когда вам говорят, что это вот что-то старинное, а на самом деле это сделано за углом в соседней мастерской. Somebody sold you an expensive piece of jewelry, but it was a cheap fake. Такого стоит опасаться. Somebody promised to show you rare attractions, but they were ordinary sites. Вот кто-то пишет. В Римс нас взяли 40 евро за билет, а билет стоил 7,50. Или что-то типа того. Бывает такое. К сожалению, бывают гиды жуликоватые. Правда же? Или гиды зазывают, говорят, вот наймите меня, я вам такую сейчас экскурсию устрою. Вы едете на эту экскурсию и понимаете, что ничего нового там не увидели хорошего. Совершенно. Правда? Somebody offered to book a hotel for you and escaped with your money. Я очень надеюсь, что с вами такого не происходило. Но, знаете, бывают ситуации, когда через сайт вы что-то оплачиваете и деньги теряете. Я таким образом, например, покупал билет на концерт одной французской певицы в Москве в 2009-м, по-моему, году. Билеты были дорогие. Мне пришлось откладывать деньги, чтобы купить за столько тысяч рублей билет. А организаторы потом разорвали контракт с этой певицей, концерт перенесли, организаторов поменяли, деньги так никто и не вернул. Хотя они сказали, присылайте заявление. Не совсем тоже, но бывают такие ситуации, хотя и не с отелем. Правда? Но, опять же, достопримечательность какая-то. Sandra offered to a total city, but it lasted only a couple of minutes. Такие вещи тоже иногда бывают. Вас зовут на поездку, вы отправляетесь. Но, знаете, лучше так... Лучше так, чем когда зовут на небольшую поездку, она затягивается на весь день, и вы только устаёте. Sandra offered you an expensive thing at a discount, but it was second-hand. Такое очень часто бывает в ряде туристических стран, особенно в Северной Африке. И, наконец, assembly offered your taxi, and it charged you three times as much as it cost. У меня была такая ситуация в России, в городе Умск. Когда я... Несколько лет назад, когда официальных такси ещё было очень мало, я на железнодорожном вокзале сел в такси в частное, чтобы отправиться в отель. Меня мало того, что повезли грузными путями, с меня взяли очень солидные деньги, а мне деваться было некуда, потому что чемодан был в багажнике. А отель был в таком месте, что, как говорит Кларис Акун-Кауфман, кричи, не кричи. Подбежать было некто. Хорошо, что у меня были эти деньги с собой, и что в гостинице был банкомат, потому что я отдал всё, что было в бумажнике, у меня рублей 200 наличные оставались. Так что бывают такие ситуации, к сожалению. Но посмотрите, как интересно. Вот мы посмотрели на эти дискуссии, и уже есть чем поделиться, кто-то из коллег делится, кто-то радует, что с ним ничего такого не происходило, и прочее. Правда же? Вот, например, Светлана Нисину пишет, что очень было разно между обещанным уровнем звёзд и реальными. Дочек в Тунисе, Египте, в Турции любят селить в тот номер, что заказали, но к вечеру, а вы уже с утра тут или сейчас, но за доллара. Да, такое бывает. Вот у кого-то в Абхазии случай. Посмотрите, как мы начали делиться. То есть задание так сформулировано, что уже куча сразу истории вспоминается, и вся та лексика, которую мы использовали на уроке, которую мы узнавали, она вдруг начинает применяться. Уважаемые коллеги, вот то, что мы сейчас с вами видели, постоянное повторение этой лексики, её приходится использовать для того, чтобы выполнить эти задания, а задания настолько увлекательные, что тут хочется поговорить, вот это и есть реализация того самого принципа нейронной сети. Взрослые даже не осознают этого, но у них к этой лексике возвращаются и к той, что в уроке была, и той, что в предыдущих уроках, и самый-самый первый урок, и у них постепенно складывается эта картинка в голове. Посмотрите, мы не просто учим слова, но сразу словосочетания, которые им пригодятся. Вот то, что мы видели в упражнении на лекаборе, они сюда все пригодятся, потому что тут и travel agency, и прочие-прочие вещи, они используются. То есть задание действительно интересное. Вот такой урок. И если мы его с вами окинем глазами, и вспомним, с чего мы начали, с повторения правил чтения, причём в интересном формате, и подумать, и по аналогии запомнить, и так далее, когда одни и те же слова мы с самых разных сторон рассматривали, правда? И просто повторили за диктором. И поизучали, и задание от, ван, аут сделали. И объяснили, почему какие-то слова читаются не так, как другие. То есть осознанно от повторения пошли к осознанному сопоставлению правил чтения. И грамматику у нас сопоставление, но опять диалоги именно такие, которые нам нужны. И вот всё это постепенно привело к весьма свободному общению на такую любопытную тему. Вот повторяют, коллеги, хорошее задание требует достаточно высокого уровня знания языка. Да, к этому уровню мы уже подошли постепенно, потому что это уже последняя четверть учебника. Это то, к чему мы приходим в результате обучения по этому учебнику. А начинаем с самых простых вещей. То есть довольно интересное. Вот спрашивают уже, коллеги, подскажите, как скачать презентацию вебинара по окончании. После вечернего вебинара сегодняшнего мы эту презентацию выложим на сайте EnglishTeachers.ru. У нас там есть тема презентации с вебинаром. Итак, посмотрите. Несколько слов про English for Adults. Насколько часов рассчитан учебник? Вместе с резервными часами учебник рассчитан на 160 часов. Но это резервные занятия. Если без резервных занятий идти, то примерно 140 часов от начала вводного курса до конца последней части учебника. Взрослые бывают разные. С кем-то может быть подольше какое-то занятие продлить. Зависит от того, какой темп получается. Но тем не менее, посмотрите. Это учебник, по которому заниматься интересно. И сразу главное, что выход на практику. Итак, это учебник электронный. Он работает на компьютере. Его можно купить с электронной доставкой. То есть вы его приобрели, тут же скачали. У вас появился в вашем личном кабинете установочный файл. И там же кликайте на список ваших покупок и у вас появляется код активации. То есть доставка занимает секунды буквально. И установка то же самое. Работает принцип нейронной сети. Мы об этом с вами поговорили. То есть одни и те же слова требуются нам постоянно. Слованный запас расширяется постепенно и встраивается тут же в контекст. И этот контекст, это значимые практические диалоги и практическое общение у нас идет. Аудиозаписи сделаны носителями языка. Я, вернее, сразу скажу, некоторые формировки заданий читал я, потому что в логовом курсе там и по-русски какие-то фразы требовалось произнести. Ну и просто для того, чтобы был другой голос. Но это только на уровне отдельных слов и коротких-коротких предложений. Поэтому гордят они произношение вашим ученикам. Более того, все равно же английский сейчас глобальный, поэтому надо слушать разные варианты произношения. Правда же? Интерактивные упражнения. Уже сейчас кто-то спрашивает, сколько стоит учебник. Учебник стоит 490 рублей. Где купить ссылку? Ссылку далее. Уже пишет учебник хорош в репетиторстве. Не только в репетиторстве, но и на курсах. Хорошо работает. И с магистрантами ведут курсы успешно и так далее. Давно не было лекции на языке. В августе будет вебинар на английском. Замечательный учебник. С актуальной информацией, они как часто бывают, с устаревшей. Это современный учебник, он только весной вышел. Поэтому там действительно современно. Надин пишет, как всегда интересно, спасибо, хочется в августе услышать вашу английскую речь, чтобы мы к сентябрю были в форме. На это я уже ответил. У нас будет обучение взрослых грамматике. Будет на английском. 4,95 рублей. Две части? Да, две части будут. All of match was very useful. It was not a waste of time. Замечательно. Мы уже с вами подводим итоги. Интерактивные упражнения. Около 400 интерактивных упражнений в учебнике. Чем это для вас удобно? Ученики эти упражнения делают. Учебник сам показывает, что сделано правильно или неправильно. Вы можете хоть немножко, но передохнуть. Это очень большое облегчение. На самом деле редко какой учебник дает такую возможность. Кстати, те учителя, которые уже работают по English for adults, они отмечают, они не устают, работая по этому учебнику, потому что там столько заданий, когда ученики сами говорят и повторяют за диктором, и плюс свободное продуцирование, что teacher talking time не такое большое, как по другим учебникам. Учитель не устает, и что самое главное, дает возможность поговорить ученикам. Им не надо придумывать самим такие вещи. Озвученный словарь. Около трех тысяч слов. В этом озвученном электронном словаре интерактивном поиск по словарю есть и так далее. Можно послушать и перевод прочитать. Интерактивный грамматический справочник. Можете перейти от любого упражнения на грамматику. К этому справочнику прочитать правила, если нужно. И вот перед вами ссылка, по которой вы можете выйти на интернет-магазин, посмотреть больше про этого учебника. Насколько компьютеров можно устанавливать. Учебник работает на том компьютере, на котором он активирован. Но я знаю, например, учителей, которые занимаются по скайпу. То есть на их компьютере стоит учебник, по скайпу подключаются ученики, и идет работа. Либо работают с удаленным рабочим столом. Такое тоже бывает. Это не очень удобно, но получается. Но, в принципе, вы знаете, учитывая, что этот учебник стоит меньше, чем час репетиторства у многих учителей стоит, я думаю, что для учеников, как раз для взрослых, приобрести такой учебник большой проблемой не будет. Если вы хотите, чтобы вам было удобно заниматься, я, например, делаю так иногда, когда у меня бывают индивидуальные занятия, я, например, если я вижу, что ученику не очень удобно приобретать какой-то учебник, я говорю, ну хорошо, давайте сделаем так. Я, например, сейчас сделаю на несколько занятий там цену на 20 рублей поменьше, так, чтобы у вас за курс этих занятий этот учебник получился. Не такая большая разница, все равно получается. Но здесь уже каждому как удобнее, конечно же. Итак, возможности учебника. Вот из того, что вы видели, как вы считаете, смогут взрослые получить практическую пользу от занятий по нему? Да, замечательно. Можно ли с этим учебником, из того, что видели, с одной стороны, высокий темп изучения материала сохранить, посмотрите, мы ведь довольно много выражений дали в этом уроке, и в то же время дать достаточно возможности для отработки. И в говорении, и в письменной речи, и на чтении. Есть такое. Замечательно, даже пишут, безусловно. Соотнести учебный материал с личным опытом обучающихся. Можно? Конечно, можно. Те же самые ситуации реальные. Посмотрите, как мы с вами опытом начали делиться, при том, что у нас у всех разный опыт путешествий, у кого-то больше, у кого-то меньше, и это нормально. Путешествовать не обязательно говорить про путешествия в другую страну, даже путешествия в районные центры иногда связаны со всякой культурой с Джапс, бывает. И, наконец, мотивацию поддержать. Я думаю, что да, скорее всего. Судя по тому, что ученики говорят. Ну что ж, уважаемые коллеги, в общем-то, вот, кстати, Юлия Фучко пишет, «Думаю, очень ценно, что есть возможность научить читать для взрослых. Практически нет таких учебников. Действительно, таких проблем нет. Десятый класс занятия по выбору подойдет? Вы знаете, я думаю, что да, но вот десятый, одиннадцатый не моложе, потому что, во-первых, здесь говорится, скажем, когда про еду говорится, то там в примерах в меню говорится про спиртные напитки. Поэтому либо пропускайте с учениками, либо объясняйте им, что пить не надо и нехорошо. Правда же? А потом, посмотрите, учебник построен таким образом, что он построен именно для уже сложившихся ума, для взрослых. Это не то же самое, что с маленькими детьми заниматься. Нужен ли учитель при таком учебнике? Нужен, уважаемые коллеги. Никакая технология, ни современная, ни такая, которая появится в ближайшем будущем, к сожалению или к счастью для нас с вами, не в состоянии заменить ни учителя, ни переводчика, ни человека, хорошо владеющего языком. Пока такой технологии не создана, и как сейчас говорят специалисты, и не предвидится, что ее когда-то можно будет создать. А вот кто-то уже собирается взять учебник с одиннадцатиклассниц на дополнительных уроках. Я думаю, что да, так получится, конечно же. Как сам учитель, конечно, учебник можно использовать, но тогда же поговорить не с кем. Тогда получится, знаете, как в той ситуации с разговорником, когда говорят, а зачем мне разговорник? Ну как, вопрос можешь задать. А человек говорит, ну я-то задам вопрос, но ведь самое плохое, мне же на него ответят, и в этом проблема будет, правда? Что еще? Скидка на учебник действует еще сегодня. А учебник стоит 495 рублей. То есть эта цена, она не менялась. Ну что ж, уважаемые коллеги, мы с вами поговорили о том, как подготовить к реальному общению людей. Это уже третий вебинар из целой серии вебинаров. Я напомню, на первом вебинаре, презентации первых двух вебинаров доступны, так же, как и видеозаписи. На первом вебинаре мы говорили о содержании обучения очень подробно, поэтому я сегодня показал несколько крохотных фрагментов учебников. Мы уже говорили об этих вещах. Мы сегодня просто в системе их показали. На втором вебинаре мы говорили о дополнительном содержании, которое может потребоваться, но оно не сводится к языку. Это экстралингвистические факторы, которые очень сильно могут повлиять на успешность общения, но это тоже нужно класть в содержание обучения, и, к сожалению, далеко не все школьные учебники позволяют это делать. Мы говорили, где взять информацию, говорили, что есть школьных учебников, и чем дополнить. А сегодня мы говорили про организацию обучения, и на уровне отдельного урока, и на уровне всего курса, и на уровне внеурочной деятельности, и, наконец, в обучении взрослых и индивидуальных занятиях. Мы постараемся завтра уже выложить программу вебинаров на август. У нас в августе планируется один вебинар, как минимум, по обучению дошкольников. У нас будет вебинар, как вы просили, по обучению грамматики взрослых, и этот вебинар я проведу на английском языке. У нас готовится вебинар по здорово-сберегающим технологиям обучения английскому языку. Очень интересная тема, потому что там речь пойдет не только о здоровье физическом, но и о духовном комфорте душевном, а о моральном, психическом здоровье. Это тоже важный момент. Дети сейчас очень перегружены, много стрессов. Про это будет рассказать Илья Михайлович Буров. Алена Евгеньевна Козевича проведет вебинар, тоже очень интересная тема. Она поговорит как раз о дополнительных ресурсах. На примере серии книг для чтения в редакторе, которые можно с любого учебника в дополнение использовать, но она поговорит о том, как это использовать, эти материалы, для того, чтобы предметные результаты обучения достигались гораздо удобнее. То есть вот такие вот вещи. Ну что ж, уважаемые коллеги, если у вас какие-то есть вопросы, а еще у нас в конце августа, в самом конце будет онлайн-консультация с главным редактором. Это самое, как вы понимаете. Я расскажу, я постараюсь ответить на любые ваши вопросы, по методике организационной, какие угодно, потому что не все у нас в тему вебинара вписывается. И бывали ситуации, несколько раз, когда вопросы задают за пределами вебинара темы, хочется на них ответить, но это значит других отвлекать. Поэтому давайте мы специально вебинар выделим на такую возможность. Хорошо? Можете вопросы присылать мне по электронной почте, задавать их на форуме englishteachers.ru и так далее. И плюс, сразу хочу сказать, у нас новые книги выходят. Я уже готов объявить, что у нас выйдет для дошкольников нового, довольно любопытные вещи. И это можно с младшими школьниками использовать. У нас к сентябрю выйдут прописи на английском языке для мальчиков, прописи на английском языке для девочек. Мы постарались сделать так, чтобы интересно было. Конечно, невзаимозаменяемое можно использовать со всеми, интересные вещи будут. Так, уже спрашивают, как можно получить сертификат. Давайте я вам дам информацию для получения сертификата. Хорошо? И буду дальше рассказывать. У нас выйдут алфавитные карточки. Вот видите, появилась информация. Сейчас красным цветом выберу код для получения сертификата. У нас выйдут алфавитные карточки для изучения английского и русского алфавитов. У нас еще несколько книг для дошкольников выходят. У Кларии Сакуна Кауфман выйдет за осень шесть книг новых, но вы во многом знакомы с этими. Выйдут два сборника песен. Один сборник песен, потому что многие очень учителя просили. Те, кто пользуются книгами на хапинвеш.ру отмечают какие-то замечательные песни именно учебные с методическим аппаратом. Итак, у нас выйдут два сборника таких песен. Для начальной школы 2-4 класса это песни для обучения грамматики, лексики. Они выставлены по школьной программе с упражнениями и прочими вещами. И выйдут сборник песен для 5-11 классов. И выйдут 4 книги для чтения, в которые мы взяли как раз интересные истории из курса хапинвеш.ру именно для того, чтобы мы могли их использовать с любым учебником, чтобы можно было в неурочной деятельности использовать. И так далее. Спрашу, будет ли хапинвеш.ру в перечне. Коллеги, мы над этим работаем очень-очень надеемся на то, что нам удастся вернуть учебник в перечне. У нас прошли экспертизу электронной формы учебников и так далее. Что еще у нас пишут? Вопросы. Неутомимы талантливые авторы. Да. Это авторы хаппингвест.ру. Это действительно постоянный талант, энергия и забота о людях. Посмотрите, сколько интересно мы с вами видели. Для дошкольников было бы интересно. Работаю с детишками с двух лет, уже 17 лет. Екатерина Викторовна пишет. Екатерина Викторовна, для дошкольников у нас вышло уже семь книг. Эти книги с мобильными приложениями. У нас вышли пять книг из серии стихи и загадки. У нас есть уже курс, правда, с четырех до шести лет. Курс называется «12 шагов к английскому языку». Тоже Радислав Петрович неверут авторы этого курса. Так что можно взять оттуда эти материалы использовать. И у нас еще выходят новые книги. Что еще спрашивают? Электронный грамматический таблиц 5-9 класс. Вы знаете, они есть у нас в планах электронные плакаты интерактивные. У нас пока интерактивные плакаты для начальной школы вышли. Целых три диска. Курсу «Hapinglish.ru», «Kurs Angellish», «Kurso Mille». На 5-9 классе есть просто не хватает на все рук. Я посчитал у нас физически только за этот год до конца 2015 года у нас выйдет около 40 книг новых. Представляете, 40 новых изданий за год сделать. Для специализированного издательства это очень немало. Это сюда входят и книги, конечно, «Курсы 12 шагов к английскому языку». Это 12 книг плюс рабочая программа. Это книги для дошкольников входят. Это книги Клары Исаакуны, Марианны, Юрьевны Кауфман и так далее. Это очень немаленькое количество. Ну что ж, уважаемые коллеги, я вас приглашаю на вебинары в августе. Мы будем говорить как раз и про дошкольников. И будет замечательно, если вы поделитесь вашим опытом. Посмотрите презентацию из тех вебинаров про дошкольников, которые уже прошли. Если у вас есть какие-то еще вопросы, я готов на них ответить. Если вопросов сейчас нет, вот Елена Закирина пишет, я приду к вам обязательно. Ну что ж, уважаемые коллеги, спасибо вам тогда большое за внимание. Я этот вебинар буду повторять еще вечером. Он каждый раз получается немного другим. Зависит от того, как с кем кто мы общаются, правда же? Поэтому приходите в августе. Если у вас есть коллеги, которым вы считаете этот вебинар будет полезен, сообщите им про вечерний вебинар, может быть, они на него смогут прийти. Удачного вам дня и прекрасного завершения недели. Спасибо вам большое. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...